Девушки отдыхают Возможно ли предотвратить что-то подобное в Кирове, если, не дай бог, где-то что-то случится. Но прежде всего, конечно, мы будем говорить о том, как много вчера кировчан пришло, и много было отзывов. Я видела и по телефону, и в социальных сетях. Множество народу писало. Громное количество семей с детьми, очень много молодежи. Я так понимаю, что несколько сотен человек туда пришли. И в нашей студии Ольга Балезина, наша коллега, которая была вчера на акции «Вечного огня». И будем его подключать по ходу эфира. Павла Дорофеева, Юлия Инушайте, участников вчерашней акции. Я думаю, что и слушатели нам тоже позвонят. 211-101. Я напомню, что на нашем сайте и в нашей группе ВКонтакте мы разместили опрос на акцию памяти погибших в Кемерове. Ходил, не ходил. Ну, я должна сказать так. ВКонтакте, конечно, больше тех, кто не ходил. Их, насколько я понимаю, вот сейчас у меня тоже компьютер перезагружается так же, как у тебя. Их на начало прошлого часа было примерно процентов 65-70. Тех, кто не ходил, соответственно, ходили процентов 30. Я так понимаю, что да, наверное, не все успели. Все-таки 8 вечера еще. Некоторые работают в это время. 211-101, номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, звоните нам, участвуйте в нашей беседе и выражайте свои эмоции, чувства. Неважно, ходили вы на эту акцию или не ходили. Потому что трагедия, конечно, затронула всю страну. Ну, а прежде всего, конечно, предоставим слово сейчас Ольге Болезиной, нашей коллеге, шеф-редактор новостного отдела. Оля вчера была на акции. Расскажи, пожалуйста, что ты там видела. Вот, Аня, добрый день, дорогие слушатели. Аня вот уже начала говорить и буквально все рассказала. Потому что главное, что производит впечатление, это огромное количество людей. И это молодежь, это 80% тех, кто там был, это молодые люди, школьники, семьи с детьми, с маленькими. Маленькие дети ставили свечи, оставляли игрушки, какие-то детские рисунки. Я знаю, что это было не единственное место, куда люди приносили свечи и цветы, потому что еще есть мемориал в Парке Победы. Но вот основная масса все-таки была вечером. Я специально задержалась и пришла к 8 часам. Задержалась там до половины десятого, померзла. Мне было просто интересно, сколько времени будут эти люди. Я уходила в половине десятого, мне навстречу попадались все так же молодые люди с цветами. Ехали на машинах, шли пешком. Атмосфера, конечно, там сложно было удержать слезы, тишина. Только вот какие-то дети маленькие совсем, что-то там где-то отдельные голоса раздаются. Вот эта вот газовая горелка вечная, огонь шумит и все. И люди всхлипывают. Что-то такого искреннего я не вспомню, кроме того, что бывает 9 мая у нас в городе. Я зачитаю, что написала у себя в Фейсбуке редактор портала «Девятка» на СТС «Девятый канал» Даша Михеева. Она написала, диалог уловила между ребенком и отцом. «Папа, а что ты делаешь? Что делать?» – спрашивает ребенок. «Молиться? Ты же знаешь молитву?» – говорит он. Мужчина нанес мальчика лет четырех на руках. Ребенок держал гвоздики, две. К вечному огню подошли не сразу, очередь растянулась на десятки метров. Уже до начала акции свободного места для цветов и свечей у огня почти не осталось. Все усыпано. Дети складывали игрушки, взрослые крестились, все плакали. В 20 часов в толпе появились губернатор, министр и руководитель ведомств. Глава города подошла позднее. Одна в темном платке, казалось, что в толпе ее даже не узнали. «Люди все шли и шли, с каменными лицами, доставали свечи из больших картонных коробок, разворачивали плакаты, почти не разговаривали, тысячи людей, тысячи, а вокруг тишина. В небо отпустили связку шаров белых, они улетели в темноту один за одним, несколько десятков. И в этот момент толпе раздался плач детский, навзрыд. Ты видела тоже руководителей, наверное, да, и города, и области, и я знаю, я не знаю, я сейчас посмотрела в Фейсбуке, потому что у нас сейчас активно выкладывают видео и фотографии, и я вижу, что пресс-службы не стремились запечатлеть возлагания того или сего и брать какие-то комментарии. Но я, по крайней мере, Оля не видела. Оля как-то скептически немножко улыбается. Возможно, это не демонстрируется, но на самом деле, простите, что я вынуждена об этом говорить, но все равно ты приходишь туда, человеческая скорбь, горе. Журналисты, они целенаправленно были для того, чтобы, понимаете, да, какие журналисты, снять первые лица к тому моменту, когда они подойдут. Все собрались, чтобы было доступно, чтобы получились кадры. Илья Шульгин пришел заметно позже, к тому времени уже никого не осталось, то есть самые первые-первые лица снимались. Ну, наверное, может быть, так и должно быть. Не, ну подождите, они тоже люди, что же мы их лишаем права прийти? Нет, просто речь идет, я так понимаю, были они организованные группы, использовалось ли это для пиара, но я, честно говоря, вот уж не видела прямо засилия такого в новостях, что вот возложили цветы, значит, и скорбели, и самые первые пришли и прочее. Такого нет, и слава богу. 211-101. Были ли вы вчера на акции скорби в Кирове, акции памяти тех, кто погиб в Кемерове? Звоните, рассказывайте о своих чувствах. Но вот вы знаете, я не была. Я, честно говоря, когда видео в интернете смотрела, ну не могу я просто, вот честно, я не могу, наверное, все, очень многие, у кого есть дети, особенно остро это чувствуют, это невозможно. Просто совершенно задыхаешься от слез, и от ужаса, и от возмущения, и от ярости, от всего вот этого, потому что, ну мы уже тут неоднократно говорили, то, как это все происходило там, да, и что последовало, и о чем говорили высокопоставленные лица, как они общались с людьми, у которых погибли дети, и жены, и мужья в этом огне. Это все вызывает просто действительно ярость. 211-101, номер телефона прямого эфира, общайтесь с нами. Я не знаю, как это было организовано у нас, возможно, нам расскажет Павел Дорофеев, организатор акции, как депутат Законодательного собрания Кировской области, который мы сейчас попросим. Один из сорганизаторов, то есть он не говорил, что я вот, я был организатором, он говорил, да, я там разместил пост в ВКонтакте, что кто хочет, присоединяйтесь. Я сегодня слышала, Таня Фельгенгау рассказывала, как она была на Манежной площади, потом на Пушкинской, и там тоже организованно подвозились свечи, что, наверное, правильно, потому что, ну вот это, конечно, нет, с рабочего дня, и вообще это правильно организовывать такие вещи. Ее немножко покоробило, что была огромная такая ряды просто закупленных мягких игрушек в виде зеленых лисят, желтых лисят, ну, то есть вот эти детские игрушки, ее как-то просто зацепили, покоробили, потому что как будто детский магазин туда вот вывезли оптом и выставили. У нас тоже мягкие игрушки возлагались? Были мягкие игрушки, все разные там. Люди из дома не с ней. Я помню, да, эти моменты, что в Москве это, казалось, там, ну, было действительно организовано, обратило внимание на цветы, вот были еще как-то тоже организовано уложены гвоздики, возможно, их там вот как-то массово привезли, но мне кажется, действительно, для людей, которые пришли с пустыми руками, но им хочется что-то сделать, это могло бы быть действительно помощью. Большое спасибо людям, которые об этом подумали заранее. Я не помню, вот на моей памяти ничего такого, слава богу, не случалось, да, наверное, это впервые у нас такая история, когда организуется, да, плохое слово мероприятие, но когда организуется, да, вот такая вещь. Акция, сбор, что-то. Акция, сбор, что-то, конечно, к этому не только невозможно быть готовыми, но помогать, конечно, друг другу нужно, в том числе и выражая скорбь в этот момент. Я сейчас хотела о другом еще сказать. Вот этот диалог, который мы зачитали, да, который был запечатлен Дашей Михеевой между ребенком маленьким и родителем, вот всегда в такие моменты, так же, как, Оля, ты сказала, рассказать про войну, да, рассказать про какие-то страшные события, наверное, они очень значимы. Мы просто, как родители общались с детьми в этот момент, пришедшие вечером, о чем они им говорили, что они им рассказывали, это тоже настолько тяжело, и надо уметь пережить вот эту скопь совместно, да, и еще дать детям ощущение важности вот этого момента, единения. И важности того, что ты там не один, да. А я еще стала свидетельницей одного диалога, хотя одна сторона молчала, отец спрашивает дочь ребенка, там, не знаю, лет 12, ну что, дочь, пойдем или еще постоим? Ну, постоим. То есть ребенок молчал, она была под впечатлениями, она молчала и не могла там сдвинуться с этого места. Мы прервемся сейчас, да, на полминутки, и приглашаем вас тоже рассказать о ваших впечатлениях, историях, чувствах 211-101 буквально через полминуты. 211-101, номер телефона прямого эфира, мы рассказываем о вчерашней акции памяти погибших в Кемерове, у нас есть слушатель на связи, алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Максим. Да, Максим. Мне 36 лет. Вот, знаете, я взрослый мужчина, у меня тоже есть ребенок, и вот просто думая о этих событиях, ну, реально жуть и холод вообще внутри, когда вот думаешь, что не дай бог вообще оказаться в такой ситуации, поэтому, конечно, вот всем близким и людям, кто в Кемерово, конечно, мы выражаем соболезнования, но тут, знаете, вот на памяти моей уже, это какой случай? По всей стране. По всей стране то что-то горит, то там пароход в Казани устанул. Гаррия, храмая лошадь. Да, храмая лошадь у меня тоже вот в Перми знакомы, две девочки погибли в этой лошади, мы вместе учились в университете. И каждый раз, знаете, чиновники начинают активизироваться, бегать, что-то проверять, но это растягивается месяц, два, три, четыре, а потом все, опять все забыли и дальше живем, как говорится. Поэтому такое ощущение возникает, что вот мы в этой стране, кроме самих себя вообще никому не нужны. И вот дело рук утопающих, горящих, это вот дело нас самих. Поэтому вот всем мужчинам, всем отцам, семейству я вот желаю крепости характера, мужества и не расслабляться, думать постоянно о том, о безопасности своих семей, детей, чтобы в любой момент, как говорится, активизироваться, взять себя в руки и спасать, может быть, себя, семью и кто рядом находится. И окружающих, да, быть сильными мужчинами, вот желаю нам всем. Спасибо. 211-101, номер телефона прямого эфира, делитесь своими чувствами, рассказывайте, ходили ли вы вчера на акцию, и даже если не ходили, все равно. Мы предоставляем вам возможность в эфире скорбеть вместе с теми, у кого погибли родственники в этой страшной трагедии, в этом пожаре в Кемерове. Ну, а если ходили, то, пожалуйста, расскажите, как это было, как реагировали ваши родственники, знакомые, дети, возможно, которые были вместе с вами. 211-101. Ты знаешь, вот по поводу вчерашней акции, вот что я хочу сказать. На самом деле, те отзывы, которые были и вчера уже вечером в социальных сетях, и то, что появилось сегодня с утра, они меня поразили. Я, честно скажу, я боюсь массовых акций скорби. У меня не очень хорошие впечатления от массовых акций, которые были организованы после Беслана, после трагедии в Беслане. Когда 6 сентября реально на театральную площадь выгоняли студентов политеха, их было, может быть, немного в общей массе. Было огромное количество людей, которые пришли туда сами, и эти люди потом писали, что нагнанные вот эти ребята, которые не совсем понимали, что они здесь делают, они очень тяжелые впечатления оставили, потому что тогда тоже, конечно, огромное количество людей горевало. И до сих пор там у многих это не затянувшаяся рана, потому что это тоже было страшно. Дети пошли в школу 1 сентября. Да. У нас есть телефонный звонок. Мы с Павлом Дорофеевым связались. Павел? Да, добрый день. Здравствуйте еще раз. Депутат Законодательного собрания Кировской области, соорганизатор вчерашней акции. Павел, я вот уже тут поделилась, что я не припомню такой истории, когда эти акции организовывались, как-то и помогали. Что вы делали, да? Что вы привозили, как люди реагировали? Я так понимаю, что были привезены свечи, цветы, как люди реагировали, и кто раздавал это все на акции? Ну, на самом деле, я не хотел бы называть это акцией. Это просто, наверное, люди сами организовались, пришли. Я, с своей стороны, только в социальных сетях предложил собраться всем место, время. И народ, в принципе, пришел сам. С своей стороны, вот, привез я 300 свечек закупил, подготовил. Так как ранее мы уже подобное мероприятие предлагали провести, когда разбился самолет. Это было в 2015 году, тоже очень много пришло кировчан. И по опыту прошлого вот этого мероприятия видели, что не хватало свечек, и поэтому мы вчера это мероприятие подготовили. Ну, и хочу сказать, что очень гордо за кировчан. Очень было приятно видеть, что такого количества людей пришло. Люди молодцы, что не остаются в стороне. Павел, я правильно понимаю, вот я вчера читала тоже отзывы вечером. Народ в 8 часов писал, невозможно было припарковать машину. И вот Ольга сейчас нам, Болезина, рассказывала, что до половины десятого, до половины десятого тянулся вот этот ручеек людей с цветами, с мягкими игрушками. Она уходила в половине десятого, а люди все шли и шли. Да, на самом деле говорят, что люди уже с шести вечера начали подходить, и я подъезжал в половину одиннадцатого. Еще было очень много людей, и сегодня подъезжал в восемь утра, люди также подходят и до сих пор несут цветы, игрушки, зажигают свечи. Кто вместе с вами, Павел, раздавал свечи там вчера? Да, в принципе, это не общественные, никакие деятели, просто ребята знакомые, которые там же оказались случайно, ну и подошли, спросили, нужно ли помочь, помогали зажигать свечи, раздавать людям. Вы видели, что очень было много молодых семей с детьми. Может быть, вы какую-то картинку увидели, что-то зацепило вас, кроме того, что мы понимаем, что, конечно, все скорбели. На самом деле, морожки бежали по коже, когда я видел такие толпы людей, очень много молодежи, но вообще у нас кировчане люди неравнодушные, поэтому было, в принципе, наверное, ожидаемо. Да, но вот в Кемерове, конечно, этот митинг, который перерос и в акцию скорби, не просто проходил со слезами на глазах, но и с требованиями, с плакатами, с возмущениями совершенно понятными. У нас что-то такое было вчера? Нет, у нас такого не было. И, в принципе, я, с твоей стороны, тоже не планировал ничего говорить. Вообще, как бы, ну, я говорю, как таково, я не читаю такой-то акции. Просто молча приходили люди, возлагали свечи, возлагали свечи, возлагали свечи, возлагали свечи. Там многие просили, чтобы кто-то речь сказал, как-то выступил. Ну, я говорю, я, мои, мне кажется, что это излишне. Тут, в принципе, никаких слов есть. И подобрать сложно, и просто не нужно. А кто-то что-то вообще говорит? Кто-то что-то речей не было. Нет, да. Ну, и транспаранты, я говорю, какие-то высказывания. Я считаю, ну, наверное, это лишнее. Возможно, в Кемерево все же где-то произошло. Как-то люди больше, наверное, там, знают, больше задействуют, больше касаются этой ситуации. Возможно, там, какие-то, да, транспаранты, они как-то хотят высказать свою позицию. Ну, мы должны, мне кажется, с всей страны и регионы просто прийти, молча поддержать, дать понять людям, что они не одни с этим горем, не один на один, а люди их поддерживают и разделяются на горе. У меня такая позиция. Спасибо, Павел. Павел Дорофеев, депутат Законодательного собрания Кировской области, был с нами на связи. 211-101 номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, звоните и делитесь своими чувствами. Я хочу сказать, что сегодня, в 20.00, сегодня, вчера, это вчерашняя новость по поводу того, что во всех храмах России, да, было проведено служение. Да я думаю, что это будет, наверное, неоднократно, и не один день. Ну, вот, смотрите, я не знаю, Павел сказал сейчас, что нужно просто поддержать, нужно проявить солидарность, в смысле выражение скорби и ничего другого. Я не очень уверена, что это так. Вчера, да, наверное, это было правильно и уместно, и не место было каким-то громким речам, транспарантам и прочее. Но я считаю, что нужно поддерживать все требования кемеровчан, претензии, которые предъявляются властям. Безусловно, это не должно просто быть отмолено в храмах и забыто. Это должно вызвать серьезный резонанс и серьезную разборку на всех уровнях снизу доверху тому, что происходит. И должна быть дана оценка вслух громогласная всему происходящему. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день. Добрый день, представляйтесь, высказывайтесь. Алексей, как бы простой труженик тыла. Конечно, жалею, соболезную. Но у нас такое тема-то, что... И вот мое мнение, надо нести цветы, свечки и игрушки именно к администрации Октябрьского, городской администрации. Хоть какого администрации района. Я думаю, наша власть как бы нас должна любить, беречь на будущее. То есть показать властям, что они ответственны за то, что происходит, и недопустимы такие вещи нигде. МЧС, полиция, милиция. Мы же налоги платим. Они должны за нас быть в ответе. А не только собирать деньги с нас. Стричь, как говорится. Мое мнение, организовать столики при администрации, типа вечного огня, и туда нести. Чтобы они знали, что такое может произойти, или что может быть. Чтобы они были готовы на будущее. Раз у нас каждый год что-то происходит. Если даже не каждый месяц. Я с Алексеем отчасти солидарны. Я понимаю, о чем он говорит. О том, чтобы люди, чиновники, проверяющие, выходили из дверей своих кабинетов. И, собственно говоря, как постоянное напоминание. Видели, что люди, люди, вы же в ответе. Люди имеете мужество действовать так, чтобы не было потом ни жертв, ни трагедии. Все правильно. Видите, сейчас очень много народных фронтов. Как будто на население все спихнули, всю работу. Как будто они не хотят работать, а на население работайте. Отвечайте сами себя. Для чего тогда это нужно? Да, все понятно. И вопрос ваш к гостям совершенно понятен, оправдан. И, в общем, у нас не вызывает ни возмущений, ни вопросов в ответ. У меня к вам вопрос. Вот, как вы смотрите, вчера в социальных сетях и по всей России в Кирве обсуждался следующий момент. Было вчера совещание руководителей торговых центров в правительстве областном. И их попросили, конечно, усилить меры безопасности, что-то сделать. Повесить информационные стенды, пути эвакуации обозначить каким-то образом и прочее. И вот люди обсуждали. Вообще, на самом деле, почему-то в России вот это не принято. Пришел ты в торговый центр, и ты видишь, что закрыт аварийный выход. Ты видишь, что нет информационных стендов с путями эвакуации. Пойди и пожалуйся. Вот вы готовы это делать? Или вы все-таки считаете, что власти должны этим заниматься? Я, знаете, еще как вот изначально, когда строится торговый центр, все должно быть предусмотрено. Должно. Конечно. А там открывает как бы с бухты барахта там, что быстрее там пожарных пройти, эти сигнализации все устроить. Сами знаете, как там все запускается. Им лишь бы открыть. А потом как бы спустя рукава все это. Конечно, это должны быть органы как бы присматривать все за всем этим раз там кварталом или как все это проверять. Спасибо. 211-101 номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь, делитесь своими чувствами, ощущениями, возмущениями. Все, что у вас накипело, мы вам предоставляем возможность это сделать в прямом эфире. Меня сегодня, Ань, поразила еще одна история. Сегодня было заседание городской думы, может быть, и сейчас еще идет. Которая началась с минуты молчания. Депутаты почтили память погибших минутой молчания. А затем прям вот сразу состоялось поздравление депутатов, у которых был день рождения в минувшем месяце. Владимир Кадычагов прочел четверостишее весне, цветы вручали. У меня был какой-то жуткий диссонанс вообще. Но только что молчали. И дальше, значит, поздравляют с днем рождения, улыбаются, пожимают руку. Ну, жизнь, конечно, продолжается, но я не очень поняла. Вот я не поняла, что произошло. Может быть, многие со мной не согласятся. Ну, возможно, депутаты просто не подумали. Бывает такое. 211-101, сейчас короткий перерыв, и мы продолжим общение с вами. Продолжаем разговор. 211-101, номер телефона прямого эфира. Мы предоставляем вам возможность высказаться и выразить свои чувства любые в прямом эфире по поводу страшных событий, которые произошли в Кемерове и акции памяти, поддержки памяти, которая вчера прошла по всей стране и в Кирове в том числе. У нас есть слушатель по телефону. Алло, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и высказывайтесь. Меня зовут Александр. Да, Александр. Ну, я так же, как и все жители нашего Кирова, сочувствую. Но, правда, на память и на акции не был. Вот что я хотел бы отмечить. Вот даже и президент, когда был в Кемерово, что-то я от него не услышал. Вот собственник этого строения, он олигарх, да, живет где-то там далеко, за морями. В Австралии. В Австралии, да. Вот почему так у нас получается? Человек деньги качает, а тут уходит ему. Никакой он ответственности не несет. Сдал в аренду и говорит, это значит, должен арендатору там отвечать. Ну, как-то здесь должен быть комплекс, нужно посвешаться. И власти должны смотреть, как так. Так, у нас вот самолет под Москвой упал, начали забираться авиакомпании. Собственник тоже за границей живет. Что у нас там? Если такая политика государства будет продолжаться, так у нас будут маленькие хатыни, они нам, знаете, будут продолжаться ежегодно. Ну, знаете, у наших товарищей, которые при власти, они-то здесь, а дети-то у многих за границей тоже. Не, ну, дети-дети-дети-дети. Но все равно он должен же отвечать. Ну, просто, я просто к тому говорю, что собственники, в общем, сдавая в аренду и назначая управляющих, делают это по закону, возможно? А вы предлагаете, чтобы владельцами... Ну, по закону, давайте, вот я управляю автомобилем, я обладаю там, это средство повышенной опасности. Так и торговый центр, там тысячи людей проходят. Это тоже повышенная опасность, понимаете? И должен собственник здесь, должен отвечать за это. Моё мнение такое, а не только деньги, там, получать и жить за границей за счёт русского народа. Мы поняли, это, да, ваше мнение, конечно же, имеет право на существование. Ну, скажите, пожалуйста, вот в этой истории страшной, вы считаете, какова должна быть реакция, там, властей, людей, собственникам всё понятно? Что-то ещё вы ожидаете в решении? Ну, я тут думаю, что нужно пересмотреть всю систему госуправления. Тут всё идёт вот от этого. У нас, пока мы это не сделаем, конкретно, от сверху и туда до конца, у нас ничего не изменится. Не изменится. Просто нужно больше внимания уделять человеку, а не олигарху. А у нас всё, вся власть, она подчинена олигархам. Вот так. Это уже очевидно и видно наглядно. Ну, достаточно выйти на улицу. Что там? — Спасибо. 211-101, номер телефона прямого эфира. Мы по итогам вчерашней акции памяти предоставляем вам возможность высказаться. Сегодня у нас в прямом эфире 211-101. И вы можете поделиться своими ощущениями, чувствами, решениями, требованиями, пожалуйста, в своей реакции на трагедию, которая произошла в Кемерове. — Ты знаешь, я вот, наверное, солидарна с последним нашим звонившим слушателем Александром вот в каком вопросе. Мне бы хотелось, чтобы система наказаний в подобных случаях была прозрачной и работала чётко по схеме. Есть звонок у нас, да, я так понимаю? — Угу. — Юлия Янушейтов с нами на связи. — Юлия, здравствуйте. — Добрый день. — Здравствуйте. — Юлия Янушейтов, за флит театра «Наспаская». Вчера, Юля, ты была на акции, я знаю, с супругом. Пожалуйста, поделись своими впечатлениями. — Ну, было, конечно, приятно видеть, какое количество людей пришли на эту акцию. Я, честно говоря, не помню другого такого примера, когда кировчане выходили сами по доброй воле в городе, чтобы, ну, разделить какие-то общие чувства. Вот. И мне кажется, это было очень важно в этот вечер прийти и собраться всем вместе. — Какие-то зарисовки, может быть, у тебя там в голове картины остались? Вот мы сегодня делились тем, как общались родители с маленькими детьми, объясняя, видимо, что происходит, и делясь своими чувствами. А у тебя какие, может быть, картины остались в голове? — Мне было удивительно, что было очень много детей. Рядом с нами стоял мужчина, и это было два мальчика, и он держал одного в одной руке, другого в другой. И у меня, к сожалению, нет опыта родительства, и я не знаю, как бы я повела себя в этой ситуации. Но вот это решение прийти вместе со своей семьей, со своими детьми очень разного возраста, оно, быть может, не очевидное, но как бы важное тоже. И не прятать, не скрывать, не замалчивать, а как бы с ее и прийти на эту акцию. — Общее настроение людей, о чем говорили в толпе, там очень много было народу. Мы сейчас из общения с теми, кто там был, понимаем, что это была такая молчаливая скорбь, да? Не было ли каких-то возмущений, требований, обсуждений? — Нет, я ничего такого не слышала. Понятно, что не было полной тишины, да, она и невозможна, и не нужна. Кто-то разговаривал по телефону и подсказывал своим друзьям, как им встретиться, ну, где они находятся. Вот. У кого-то загорались свечки, это же были много церковных свечей, в пластиковых стаканчиках. Их было очень ветрено, и некоторые стаканчики плавились, и люди подсказывали, ну, осторожнее, аккуратнее, вот на это обращали внимание. И не толкались. Ну, это же сложно, когда что-то самоорганизовано, и никто не очень понимает, куда идти, кто-то куда-то двигается. И было очень спокойно и тихо. Судя по фотографиям, которые мы видим, да, выложены во всех пабликах, на сайтах, там не было никаких флагов партийных, транспарантов и так далее? Нет, ничего такого не было. Очень, ну, вот до сих пор стоят перед глазами белые воздушные шары, которые отпустили в небо потом, и они поднимались парами. Очень трогало, они до сих пор как-то вот перед глазами стоят эти шары. Ну, понятно, что свечи, цветы, это безусловно, да, но вот... Юля, ты тоже писала в Фейсбуке сразу после трагедии, ну, у всех разрывало просто сердце. Я тоже писала в Фейсбуке. Вот ты как считаешь нас, жители, горожане, которые сейчас с нами на связи были, по-разному высказываются, какой должна быть реакция людей, какой должна быть реакция властей. Сейчас уже не про акцию говорим, а в целом, да, про последствия, которые должны и могут произойти после этой страшной трагедии. Ну, это очень сложно говорить, какие могут быть последствия, потому что у нас все время последствия точечные, да. То есть, утонул, затонул пароход, начинаем проверять пароходы. Мы сгорел, там, торговый центр, начинаем шахстить и так далее. Но мы, к сожалению, мне кажется, живем в ситуации, когда мы не знаем, мы не можем предугадать, где рванет. Ну, не в буквальном смысле, да, где случится беда. Такое ощущение, что мы живем вот в этой состоянии тотального страха, и потому что трагедия ждет за каждым поворотом, за каждым углом. Это может быть сосулька, которая на тебя упадет. Это может быть что угодно. И вот это общее неблагополучие, я не знаю, как это можно изменить, и какие могут быть последствия, что мы можем предпринять. Спасибо, Юлия Инушайта, за флеттеатр «Наспаска». И она вчера была на акции памяти и поддержки людям погибшим и оставшихся в живых. И потерявших в кемероведе. 211-101, у нас есть еще время, чтобы поговорить с вами, горожане. Высказывайтесь, выражайте свои чувства, рассказывайте, как вы вчера ходили или не ходили на акцию, чего вы ждете от властей, от самого себя, от соседей, какой реакции, какой финал. И у нас есть звонок, да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, высказывайтесь. Меня зовут Марина Булдакова. Да, Марина. Я из города Кирова. Вот вы все говорите, вы подводите по то, что давайте будем на власть жаловаться, давайте будем что-то делать. А что должна власть в этом случае сделать? Ведь все, что возможно, все сделается. Проверки проводятся. Правильно, вчера даже люди сами, собственники торгового помещения проводили проверки. Ведь вы же это все освещали. А почему, что вы еще хотите, чтобы сделали-то? Трагедия уже произошла, люди должны молча сейчас выражать скорбь свою. Давайте будем сейчас устраивать революцию, и что от этого легче будет кому-то? Вы думаете, так просто взять и торговый центр открыть? Это уже на местах, это собственники виноваты, что они делают неправильными материалами. Неправильно сдают как-то торговые центры, это не там сдают. А при чем тут власти-то? А кому они... Секундочку, вот здесь уже мы можем вступить. Скажите, пожалуйста, собственники, они что по собственной воле без разрешения властей строят торговые центры и сдают из таких материалов, и не соблюдают технику безопасности? Это виноваты тендеры, проводятся тендеры, и кто подешевле делает? А кто их проводит? Ну, власти она проводит, но вы понимаете, что сейчас-то все делается, и Путин приезжал, и этот Аман Тулеев прощения просил, но ведь все сделано уже, и расследование ведет. Что вы еще хотите от властей? Мы-то ничего не хотим, мы у вас спрашиваем. Вы-то чего-нибудь хотите? Я жду, когда все будет расследовано, все будет освещено. А зачем сейчас вот народ-то говорит, что давайте, вы же прямо вот научкиваете, научкиваете. Ну, не вы научкиваете, неправда. Научкиваете вы натурально. Вот вчера, смотрите, «Поехо Москвы» была передача про свалки. Андрей Воробьев выступал. Ведь он же все правильно говорил, что все делается, ну, все делается для этого, но это не так просто, когда десятилетиями там все это ничего не делалось. Ведь если бы вот в таком ключе говорили бы по этой же «Эхе Москвы», и люди бы нормально себя чувствовали. То есть люди, у которых отравились дети газами со свалки, нормально себя чувствовали? Люди, у которых сгорели дети в кинотеатрах, нормально себя чувствовали? Вы об этом не думаете? Вы не перебергивайте, пожалуйста. Но все, что сейчас делается, этого достаточно делается. Марин, простите, пожалуйста, я вас перебью. Вы знаете, я читала много аналитики в эти дни, в частности по ситуации в Хромой Лошади. Вы помните, наверное, да? Сгорел ночной клуб в Перми, более 150 человек погибло. Так вот, по итогам расследования этих дел были наказаны только люди, которые имели отношение к этому ночному клубу. То есть собственники, директора, организаторы акции и прочее. Ни один представитель проверяющих органов не сел. То есть вот директора клуба сели, а там отделались то ли штрафами, то ли служебными сосканили, то ли еще чем-то. Я не знаю. Но у меня перед глазами 9-летний пример не очень хороший. Мне кажется, если бы проверяющие организации понимали, что они тоже несут ответственность наравне с собственниками. То есть не собственник садится на 10 лет, а ты штраф платишь 10 тысяч рублей. Понятно. А ты тоже можешь сесть. Наверное, у нас такие ситуации происходили бы реже. Я вот, например, на своей практике не встречала, чтобы можно было просто так взять и ввести в здание, которое не соответствует пожарным нормам. Это невозможно. И в торговой центре везде проверяют. Марина, а как же тогда случаются такие страшные... Я считаю, что это собственники виноваты. И вообще я считаю, что это теракт натуральный. Вот потихонечку расследуют и скажут, что это теракт. Понятно. Да, вполне возможно, что и такое скажут. Отпускаем, Марина. Ну, сейчас давайте будем на власть все. И Путин там у вас во всем... Ой, простите, это не мы. Это связь, но в любом случае сейчас подходит уже к концу дневной разворот. Ни в коем случае не науськиваем. Мы хотим знать вашу реакцию и от кого, и чего вы ждете. Вот Марина считает, что все будет расследовано и все будет решено наилучшим образом. Мы тоже этого хотим. Заканчивается дневной разворот. Сегодня работали в студии Анна Лапшина и Светлана Занько. Через 20 минут у Ани в особом мнении Дмитрия Русских. Там есть на сайте несколько вопросов. И есть еще время у вас, слушатели, написать свои вопросы Дмитрию Русских. Сайтах Акирова.ру. Фотография. Вы нажмете «Задать вопрос» и пишете его. Сейчас новости. Тематические программы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...